Etsy теги. Ошибки в тегах. Выскочастотные общие теги для молодого Etsy магазина. Почему это ошибки? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Предлагаю заглянуть в пару листингов и обратить внимание на категории и на 13 тегов, которых должно быть 13, но у мастера они чуть-чуть меньше. Обратите внимание, если вы посмотрите, сейчас я вот так провожу, это категории. Если бы не эти категории, то мы с вами не поняли, что здесь продается браслет. Почему? Потому что следующие теги, Bohemian, браслет, только один тег, потом Friendship, Adjustable, Cotton, Jewelry, Colorful, Rainbow. Получается, они относятся не напрямую к виду тега, не как тег, а они относятся как характеристика к тому изделию, которое продает мастер. Мастер хотел показать, что это изделие имеет такую характеристику. То же самое примерно, например, набор тегов, который продает брошку, винтажную брошку в виде кассеты. И обратите внимание, если бы не категории, которые принадлежат и будут показывать этот листинг в таких категориях, IT-магазина, не IT-магазина, а IT-маркетплейса на портале, то следующие теги, там где начинается 90-е, 90-е, музыка, тейп, и пошло-пошло-пошло, буквально несколько тегов, которые напрямую указывают, что это брошка. Пин, брошь, спопбэк и брошь. Вот именно несколько тегов. На что я обращаю ваше внимание? Сейчас постараюсь объяснить попонятнее. Когда вы продаете только ваш листинг, ваш товар, а вы молодой новый магазин, у вас в тегах 13 штук. И вот среди этих 13 тегов должно быть теги, которые помогают вам продать это изделие. Если взглянуть на листинг с браслетами и не смотреть на категорию, то посмотрев как поисковик на 13 тегов, мы с вами видим только один или несколько тегов, которые написано, что это браслет. Все остальные теги не помогают продать это изделие. Почему? Что же не так? Потому что они описывают характеристику изделия. Но вспомните, я всегда привожу пример. Вы хотите купить смартфон. Разве вы в поиске Google будете писать розовый, либо там, например, стальной, либо голубой, либо еще какой-то. Вы напишите смартфон, название смартфона, например, характеристику известной торговой марки. Не характеристику, а название прямо напишите. И потом цифры, там вот это все. Но вы не будете писать цвет, либо стальной, и не будете в Google ожидать, что вы увидите в выдаче вот это изделие. Точно так же, так и здесь. Смотрите, у нас есть теги, например, а мастер указал в листинге, музыка, винтаж. Если мы с ними перейдем, просто как откроем, как вкладку на Etsy, обратите внимание, со словом музыка с этим тегом практически 3 миллиона результатов. И здесь Etsy, обратите внимание, есть такие в небольших овальчиках подсказки. И Etsy ориентирует вас и как покупателя, и как продавца, а что же вы со словом music продаете. Музыка какая? У вас музыкальные подарки, либо у вас music box, либо у вас music, и вот пошло-пошло-пошло. Это, ну как, Etsy вас подталкивает, да, написать в поиске, что же вам из музыкой, да, нужно. Точно так же винтаж практически, ну как, еще до 19 далеко, но я думаю, скоро будет, практически 19 миллионов товаров, результатов выставлено на Etsy. Когда вы пишете просто слово винтаж, вы хотите сражаться в выдаче со всеми этими листингами, вам нужно внимание людей, которые хотят купить винтажную мебель, при условии, что вы продаете винтажную брошку, как вам это поможет, получается. Вы хотите купить, получить внимание людей, которые хотят купить винтажную одежду. Зачем они, если у вас маленькая аккуратная брошечка? Вам нужно ее продать. Значит, ваш тег, ваш главный ключевой запрос, какой будет винтаж плюс название изделия, если вы продаете винтажные изделия. И винтаж плюс характеристика этого изделия. Я надеюсь, что я объяснила немножечко понятно. Если непонятно, напишите под видео. Смотрите, вот если мы возьмем тег music, посмотрим, что же Google Ads пришло в месяц. Music от миллиона до 10 миллионов, винтаж от 100 тысяч до миллиона. Это высокочастотные ключевые запросы, и они более под стать крупным магазинам и маркетплейсам, таким как Etsy, eBay, другим крупным маркетплейсам, другим крупным порталам, брендовым, сетевым магазинам. А если взять наш маленький магазинчик, Etsy магазин, я имею в виду и вас, и себя, то вам под стать максимум подбирать ключевых запросов, которые четко показывают и указывают вид изделия, которые вы продаете. И их обязательно нужно проработать. Ну, например, винтажная брошка, музыкальная брошка. Вот когда вы четко указываете вот такой и проверяете ключевой запрос, а что же у вас получается по Google, вы привлекаете внимание этих людей, вы привлекаете в свой листинг, в карточку товара именно тех людей, которые хотят купить ваши изделия. Получается вот именно вот такая целевая работа с потенциальными клиентами. Если у вас молодой Etsy магазин, вам важно стараться подобрать теги, которые показывают, ну, скажем так, если вы не можете обойтись без высокочастотных, пусть будет 1-2 высокочастотных. Но основная масса, там, например, срединка и концовка, у вас должны быть среднечастотные и низкочастотные. Получается название изделия и плюс его характеристика. Ну, например, да, название изделия плюс какое оно, например, розовое, либо по стилю, либо на какой-то праздник. Не забывайте подбирать, да, вот этот набор, базовый набор тегов, который помогает вам продавать ваши изделия. И прорабатывать их стоит в первую очередь. А вот, например, высокочастотные ключевые запросы, которые мы с вами видим, они подбирались ранее, да. Если вы вспомните эти магазины, которые открывались 15 лет назад, и они сейчас на данном этапе продолжают работать, ну, у них, например, там, 10, 20, 50, 100 тысяч продаж и более, то они продолжают работать с этими ключевыми запросами. Но вы не забывайте, что на Etsy, на результаты поиска влияет также и история продвижения вашего магазина, история ваших работы, количество продаж, количество отзывов. А когда вы новичок, когда вы молодой магазин, то по этим пунктам вы проигрываете своим потенциальным конкурентам, которые намного раньше начали. Получаются люди, магазины, которые приходят на Marketplace позже, чем все остальные, должны более следить за новыми тенденциями, трендами и работать с теми рекомендациями, которые дает и Marketplace, и Google, да, по привлечению клиентов в свой Etsy-магазин с помощью тегов. А сейчас, последние годы, если мы возьмем Google рекомендации, то когда у вас небольшой свой интернет-магазин, то лучше всего работают теги, которые, ну, как правило, это среднечастотные, низкочастотные теги с длинным ключевым хвостом. Но не нужно забывать и про более высокочастотные названия вашего ключевого запроса, да, которые соответствуют именно вашему виду товара. Получается, все должно быть в меру, но только тогда, когда вы начинаете работать, когда вы только развиваетесь и развиваете свой Etsy-магазин, только в молодом новом Etsy-магазине высокочастотные ключевые запросы, когда они у вас одни, они не помогают вам продвигать ваш Etsy-магазин. И плюс, когда эти ключевые запросы очень общие, ну, как это 90-е, музыка, да, например. Друзья, если вы хотите браслет для друзей продать, то так и нужно написать браслет для друзей, либо брошка для друзей, либо франши-браслера, да, получается вот это направление. Проработайте, пожалуйста, вот именно эти ошибки в своем Etsy-магазине. Если вам нужно больше прочитать информацию, у меня есть книга Etsy SEO, подарок, чек-лист, как подобрать теги самому, какие вопросы себе задавать, чтобы подобрать эти теги. Если интересно, она на русском, прочитайте. Я вам желаю удачи и успеха на Etsy. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. Описание, то, что я сейчас говорила, рассказывала, и какую статистику приводила, оставлю под этим видео. С вами была Прохоровская Светлана. Удачи вам на Etsy и удачи вам во всем. Пока! До встречи в следующих видео.